МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Русский человек, человек, который осознает себя русским, который говорит на русском языке, который чувствует эту землю. Настоящий русский весьма-весьма умел и многогранен. Разные национальности населяют, но они тоже русские. Это состояние души, это то, что в тебе. Ростов уже в 13-й раз собирает фестиваль народной музыки и ремесел «Живая старина». Организаторы фестиваля категорически не приемлют так называемую клюкву. Исполнители или ремесленников, которые, называя себя народными, имеют крайне отдаленные и стереотипные представления о народной культуре. Поэтому никакой клюквы здесь вы не увидите. Только настоящих мастеров своего дела. Мы сделали так, что на нашем фестивале, начиная с 12 и заканчивая там 5-5-30 примерно, ансамбль сменяют друг друга, поют, водят хороводы, общаются с людьми, рассказывают о себе. Никто их не представляет. Мы пытаемся создать атмосферу, когда люди могут просто свободно общаться. И люди понимают, что они тоже принадлежат к этой культуре. Обязательное участие в общем праздничном действии – это главная отличительная черта народной культуры. Пели, плясали и трудились всегда вместе. Нам, гражданам, привыкшим посидеть, послушать или постоять, посмотреть, это как-то в диковинку. Зато дети здесь чувствуют себя полностью в своей тарелке. Вот здесь все равно бы пальчиком прижимаешь, хорошенечко прижимаешь. И давай, и на себя. Давай, 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 давай. Вот так, молодец. Все, поднимай, здесь, поднимай. Нечем туда, вон, поставим на полочку. Вот так, хорошо. Ну, Петька, отлично. Здоровья у тебя в порядке, обе ноги на месте. Удается мне в армию тебе надо пойти. А как, сейчас позову господина Капрала, он тебя в армию возьмет. Ой, пырёшь, пырёшь. Ой, пырёшь, пырёшь, пырёшь. Сомоги, сомоги, кошечка. Удивительное явление театра Петрушки. Импровизация и постоянное внимание к тому, цепляют ли слова главного героя тонкие душевные струнки собравшихся людей. Это настоящая традиция скоморошества, которая дошла и до наших дней, и проявляется даже в самых новомодных шоу. Например, вот так, наобум, берем комедиклаб, да, стендап-комедия. Ну, это то же самое скоморошество, но другое дело, что какого оно качества. Потому что задача скоморохов была не только веселить людей, да, чтобы люди тупо поржали. Задача скоморохов была помогать людям удерживать память о том, кто они, что их делает народом, что их делает русскими. Вот вам и театр Петрушки. Не успеешь разговор завести, как сразу выйдешь на вопросы, для решения которых собираются целые научные конференции. Кто такие русские, ни много ни мало. Самое интересное, что для людей, живущих в поле традиционной культуры, такие вопросы не вызывают особых затруднений. Традиция – это положительный опыт поколений, который передается из поколения в поколение. Это выживание не только в смысле физическом, но и в смысле интеллектуальном, духовном, душевном, какому угодно. И на самом деле человек, который воспитан внутри традиции, у него гораздо меньше проблем, связанных со смыслом жизни, связанных со соотношением с миром, кто он, зачем он. Путь к народной культуре у каждого свой, но движущая сила на этом пути одна. Когда смотрю, например, танцуют твердверские бузники. И, например, я смотрю, как дергаются люди в клубе. Мне, конечно, интереснее смотреть на то, где есть глубина, где есть корни, где есть какая-то память. Потому что в том, как пляшут нормальные русские, в этом есть память. Ты двигаешься не потому, что тебя так научили, не потому, что ты так увидел, а потому, что ты русский. Ты двигаешься определенным образом. И когда я слышу, как поет, например, Межа из Твери или Сирен, я понимаю, ну мне это просто ближе. У меня это в душе больше чувств, мыслей и ощущений рождает. Я сам деревенский. В деревне каждый мужик, он и плотник, он и слесарь, он все умеет делать. Когда я учился на сварщика и пришел на производство, у меня было два кузнеца. Они меня одновременно учили, как держать молоток правильно, как пользоваться наковальной и в то же время и сваркой. Семеровать было очень трудно на самом деле. Прихватываешь ее, делаешь неповоротный шов. Его не просто нужно было пройти, он нужно было пройти так, чтобы он мало того, что держал, он должен был быть красивым обязательно. Здесь представлена северно-традиционная игрушка. Мы ее возрождаем тоже сейчас. Люди понимали свои корни, как бы начинали немножко по-другому, может быть, относиться к старшему поколению. Более уважительно, чем жили они, что уважали. Немножко сблизить эти поколения между собой. Помните выражение «трудное детство – деревянные игрушки»? Это вот такая красота, что ли, ассоциировалась раньше с трудным детством? Я бы с радостью променял одну такую карусель на весь китайский пластик, заполонивший наши детские магазины. Игрушка-то была не то, что, не как сейчас, вот она деревянная, она в себе смысл несла огромный. Брал ребенок игрушку, не просто игрушку, вот традиционную, возьмем такую, кукла-панка. То есть вот косые линии обозначали дождь, вот поперечная земля, точки – это все семена. То есть вся игрушка-то, она несла глубокий смысл, то есть на продолжение рода. Девочка играла, она уже себя считала матерью. То есть основную функцию женскую она должна была выполнить, ей прививали это с детства. Деревянная игрушка отражает культуру не только ушедших времен, но и давно исчезнувших народов. Вот такой симпатичный человечек напоминает нам о народе Меря, который жил в этих местах аж в начале первого тысячелетия нашей эры. Название нашему древнему озеру Нера, как раз это замечательное племя Меря нам дало. Нера переводится с финно-угорского «грязная» или «степь». В Ростове, как и везде в российской глубинке, вспоминается народное выражение «все деньги в Москве». Стоит перевести взгляд на задворки туристических мест, сразу лезет в глаза неустроенность. На задворки средств не хватает. Но несмотря на это, старинные малоэтажные дома и тихие улицы Ростова покорят сердце всякого русского. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Подумать только, какое разнообразие музыкальных инструментов услаждало слух людей в седой древности. Гусли, жалейки, калюки, кугиклы – эти названия мало, о чем говорят нашим современникам. А знаете ли вы, как, например, выглядит гудок? Корпус выдолблен, сверху декой накрыт. Ну и натянуты три струны. Подставочка под струны еще прямая, поэтому не как на скрипке, а водим смычком по всем трех струнам одновременно. А на одной струне сбоку ноготочек прикладываем, исполняем мелодию. Ну и музыкальный инструмент очень интересный. Свистковый – это калюка. Травяная дудка. Ну, вы видите, обычная трава. Кто будет играть? Держи. Еще желающие. Держи. Держи. Так, обучаемся играть. Подождите. Смотрите, вот квадратное отверстие, видите? Его не закрываем. Вот так рукой берем и к себе его поворачиваем. Ага. Теперь сверху, видите, есть щелочка. Дуем туда тихонечко. Прикоснулся, губами надо, иначе не продумишь. Или отойдут к другу. Теперь дуем туда посильнее. Хорошо, играть научили. Сейчас будем ансамблем играть. Теперь дуем туда не длинно, а коротко. Так, как будто плюем, но не плюем. Вот такой музыкальный инструмент. Называется волынка. Все знают, отлично. Но хоть один инструмент мы знаем точно, как называется. И применяют его в какой стране? Кто применяет? Шотландцы. Шотландцы тоже прекрасно знаем, но тут вы ошиблись немножко, потому что шотландцы не применяют волынку. Шотландцы играют на музыкальном инструменте, который называется бэкпайп. 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 Нет у них волынки. В Испании тоже есть такой инструмент, называется гайта. Во Франции мюзет. У немцев дудальзак. У грузин гудаствири. У морицев шувыр. На Украине коза. В Белоруссии дуда. А у русских? Волынка. Вот, молодцы. Так чей музыкальный инструмент волынка? Вот, видите. Но мы его благополучно забыли, как и многие инструменты. Было бы полбеды, если бы мы забыли только инструменты. Вместе с ними ушли и танцы, и песни, и былины. Часто ли мы читаем народные сказки своим детям? А ведь все это – часть нашей духовной культуры. Наших представлений о добре и зле, об истине и красоте. О том, чем можно пожертвовать, а чем поступиться просто невозможно. Как правило, бездуховный народ перестает быть народом. Как только пропадает некое цельное зерно, которое собирает людей вокруг какой-то идеи. И они живут вместе, они готовы жертвовать части своей личности ради блага всех. Как только люди перестают это делать, они распадаются. И поодиночке их просто выщелкивают. Не обязательно физически, просто они становятся некем, населением. Актуриционной культуре я был привлечен. Актуриционной культуре я был привлечен. Я был в свое время, когда учился в консерватории московской. Для меня человек, который обучался в сфере классической музыки, для меня это был такой культурный шок. Вы из деревни, от того, что я столкнулся с живой культурой, воочию, так, глазом на глаз. С теми людьми, которые, не зная никакой нотной грамоты, не имея никакого музыкального образования, могли создавать такое совершенно колоссальное поле воздействия на тебя. Сергей Старостин специализируется на исполнении народной музыки. В российских деревнях он перенял от наших стариков более трех тысяч народных песен. Создал цикл программ о народной культуре «Мировая деревня». Вот это того, когда то, что сейчас происходит, май и маята, тяжелый физический труд на земле, обнаруживают органичное родство, где народ кормит. Эта народная мудрость, безусловно, относится к весенним полевым огородным работам. Среди обычаев, связанных непосредственно с трудом, важную роль в русской деревне играли так называемые «помочи» или «толока». Толока или «толока» — это сложный по своей структуре обычай, в основе которого совместный неоплачиваемый труд крестьян. Отношение личности хозяина и приглашенных помощников — это тот оселок, на котором откачивалась народная мудрость. Мы с тобой, хотя и не родственники, но и не чужие. И наш долг — помочь тебе в работе, ибо завтра такая же помощь потребуется нам всем. Общинный дух нашего народа создал Россию. Не раз защищал ее в прошлом и продолжает жить в нас по сей день. И, скорее всего, эта тоска по общинности, по коллективному труду и толкает современных горожан искать выход в традиционных ремеслах. «Я работаю еще дополнительно здесь, в политехническом технике, тоже преподаю сварку. Бывают, ходят третья часть из группы, но ходят те, и я работаю с теми, кто хочет заниматься, кому это надо. И к ним, конечно, у меня очень требования серьезные. И это им нравится». «Заниматься с любимым делом — это основное. Всех денег не заработать, но что-то после себя там оставить. Цель такая вот. Ненавязчивая, конечно, мы никому ничего не навязываем. Почему-то дети маленькие подходят, они вот тянутся к этому, что я вот хочу такого коня. Почему? Ну, знаешь, такая генетическая память, наверное, все равно. Присутствует, конечно. А в детях она просто крепче, не задавлена пока. На них и вся надежда. Так кто же мы такие русские? Давайте вернемся к этому вопросу, ради нашего ответа, на который и проводятся такие вот фестивали. Русский человек — человек, который осознает себя русским, русским, который говорит на русском языке, который чувствует эту землю своей родиной и как бы ощущает себя русским. А русский — это собирательный, даже не образ, а собирательный тип, наверное, человека. Но каждый человек, который говорит, что он русский, очень четко осознает, кто он такой. Русский — это, конечно, это то, что в тебе. Это не принадлежность какой-то нации, я думаю. Это состояние души, состояние мировоззрения даже. Ведь русским можно перестать быть. Мало их, разве видим примеров таких, которые вроде бы по национальности и по паспорту русские, но русскими давно уже перестали быть. Русский — это еще настоящий русский мужик, он очень близок к Леонардо да Винчи, мне кажется. То есть он универсален. Потому что обычный русский мужик, он мог и дом срубить, он мог и выковать, если надо. Ну то есть вот мне кажется, что настоящий русский, он весьма-весьма умел и многогранен. Внешняя политика России, она отличается от внешней политики Америки. Ну она отличается. И от других внешних политик она тоже отличается. И делают ее, ну, русские люди, которые вообще-то разные национальности населяют, но они тоже русские. Мне очень нравится вот эта формулировка, как русский, я не знаю, татарин, русский узбек, русский белорус, русский украинец. Вот так, не сговариваясь, люди, живущие народной культурой, ни слова не говорят о разрезе глаз или форме черепа. Именно их понимание русскости как состояния духа мы видим в словах Суворова. Мы русские. Какой восторг. Может быть, таким и должен быть настоящий национализм, как любовь к своему, а не ненависть к чужому. Нужно санкций побольше, наверное. Потому что, как только стало нам труднее здесь, так люди зашевелились на самом деле. И работать стали лучше, и работать стали качественнее. И на самом деле как-то и стараются помочь друг другу. Даже в малом. Даже между соседями. Мы все такое немножко потерянное поколение. Но, вы знаете, возврат возможен через общение с людьми, которые постарше нас. У меня есть такой хороший... Не знаю, есть ли он или нет, потому что потерялись мы из виду с ним. Он прошел две войны. Русско-финскую 38-го года и Великую Отечественную. И я ему говорю, Валерий Владимирович, вы же человек поколения богатырей. Но я имею в виду, что две войны, лишения, невзгоды, бои, на грани со смертью. Он так смотрит куда-то в пространство несколько секунд, а потом говорит, да, да, я всю жизнь работаю. Я вдруг понимаю, что его понимание богатырства – это иное понимание, нежели чем мое. То есть мне кажется, что богатырь – это тот, кто там правой рукой махнул, 30 ворогов отлетело. Левой рукой махнул, 20. А для него богатырство – это пребывание в неком просто состоянии деяния постоянного. Да, это были другие люди. Не физически, качественно другие. Воспитанным на голливудских фильмах непривычно слышать о том, что человек – это существо духовное. Призвание, созидание, служение – мы отвыкли от этих слов. Но вспоминать их смысл нам придется обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok